МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Совет моего дома». Мы обсуждаем самые важные коммунальные вопросы, о которых невозможно молчать. И оказываем реальную помощь. Каждому из нас хочется лучших условий для жизни. Как поддерживать свой дом в чистоте и порядке? Как обустроить современные детские площадки? Сделать удобными внутриквартальные проезды? Где высадить деревья и кустарники? Все эти вопросы можно решить самостоятельно. Мы научим, поможем, объясним. Включайтесь в эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». «Совет моего дома» решит проблемы вашего. О самых наболевших коммунальных темах мы говорим на страницах в социальных сетях. И вот один из самых популярных вопросов. Как заменить лифт в многоквартирном доме? Помимо того, что лифты можно заменить в рамках РЕК программы капитального ремонта, есть еще в городе действует государственная программа по замене лифтов. Финансируется она за счет средств областных. Но там определенные условия тоже есть. То есть должно быть заключение специализированной организации. И в этом заключении должно быть прописано обязательно, что лифт не подлежит дальнейшей эксплуатации. Это заключение мы отводим в Министерство энергетики и ЖКХ, и оно уже включает данные на квартирный дом, в программу и на какой-то определенный год ставит. Благоустройство, которое ведут жители города совместно с представителями управляющей компании администрации района, идет в несколько раз быстрее. В тесном сотрудничестве приходят новые идеи, создаются качественные дизайн-проекты, обновляются внутрипортальные проезды, возводятся новые спортивные детские площадки. В этом году еще один Самарский двор преобразился по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Жители домов 7А и 9А по улице Гагарина подали коллективную заявку и вместе решили, каким станет пространство для прогулок и отдыха. Посмотрим, что из этого вышло. Жительница железнодорожного района Тамара Желудкова с восторгом рассказывает о том, как за короткое время двор по улице Гагарина у домов 7А и 9А преобразился до неузнаваемости. На месте прежнего пустыря теперь детская площадка с безопасным покрытием, зона отдыха для взрослых и клумбы, цветы в которых радуют горожан в весенний-летний сезон. Убрали старые деревья, все выкорчевали, завезли чернозем, посадили деревья, посадили кустарников очень много. Мы также от дома от своего посадили елочки, сосны посадили и плюс каштаны. Теперь у нас стало очень хорошо, комфортно, не то что 50 с лишним лет назад. Жители домов приняли участие в федеральной программе формирования комфортной городской среды. Подали заявку, разработали свой дизайн-проект и выиграли конкурс. Территорию обновили. Отремонтировали внутриквартальный проезд, освещение, уложили новый бордерный камень и сделали дополнительные парковочные карманы. Жители этого двора были очень активны. Выходили, обсуждали все малейшие нюансы и с подрядчиками, и с нами. Конфликтов не было, нарушений со стороны подрядчиков не возникало. Все работы по благоустройству велись силами подрядной организации под контролем районной администрации жителей. С наступлением весны здесь планируют продолжить работы по озеленению территории, завести чернозем и высадить новые деревья, кустарники и многолетние растения. Как показывает практика, большинство коммунальных проблем решаются со сменой управляющей компании в многоквартирном доме. Но зачастую жители неохотно идут на подобные шаги. Привыкать к новому оказывается сложно, да и кардинально менять управляющую организацию некоторые не хотят, опасаясь сделать дому только хуже. Однако на отдельных примерах мы регулярно доказываем, что в разрешении этого вопроса особых трудностей нет. Главное принять коллективное решение на совете дома и ожидать позитивных изменений, что и сделали жители 11-го квартала поселка Мехзавод. Посмотрим наш следующий сюжет. 23-й дом, что в 11-м квартале поселка Мехзавод, управляющий компанией «Электрощит» обслуживается уже 5 лет. Ранее жилищный фонд был не в лучшем состоянии, но с приходом новой управляющей компании многоквартирное строение, состояние дома улучшилось. Здесь заменили стойки, краны, отмостки. Устранили порывы труб. В настоящее время ведут ремонт в первом подъезде, а в следующем году планируют привести в порядок еще два. На конкретном доме сейчас заканчивается работа по ремонту подъезда. Много сделано на кровли. Вы по фасаду видите, что дом в хорошем состоянии. Стараемся поддерживать вместе с активом дома. Председатель МКД Мария Яровая проживает здесь с момента постройки дома. Рассказывает, со временем многое менялось, но такие масштабные работы по обновлению и благоустройству, как в последние пять лет, в доме не проводились. Коммунальные проблемы жители решают совместно с управляющей компанией и районной администрацией. Для обсуждения наболевших вопросов и общения в 11-м квартале поселка Мехзавод даже организовали клуб, где у каждого есть возможность пообщаться и выбрать занятия по душе. Мы приглашаем людей активных, проводим всякие мероприятия. Мы занимались здесь и вязанием, и бесероплетением, кто-то шитьем занимался, ну, кто чем мог, кто занимался. Красота. Мы даже приглашаем сюда выставку, например, с одежды, там косметика у нас приезжает. Они очень довольны. Масштабом и качеством проделанных работ по благоустройству жители 23-го дома остались довольны. Но просьбы к управляющей компании еще остаются. Необходимо провести ремонт в подвале дома. Этим вопросом ответственные ведомства займутся в самое ближайшее время. Это лишь два примера благополучного разрешения проблемных коммунальных вопросов, поступающих от жителей города. В копилке телеканала «Самара ГИС» еще очень много тем, которые приходят от самарцев через группу ВКонтакте. Мы расскажем обо всем подробно в следующих выпусках программы. И вместе с экспертыми ЖКХ правильно расставим знаки припинания в предложении «Решить нельзя оставить». Смотрите эксклюзивный проект на телеканале «Самара ГИС» И помните, совет моего дома решит проблемы вашего. С вами была Ольга Павлова. До встречи.